В редакцию поступило письмо бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Магомеда Гаджиева к замглавы администрации Российской Федерации Магомедсаламу Магомедову. За подлинность не ручаемся, но изложенные факты похожи на правду. Открытое письмо Гаджиева Магомеда Тажудиновича заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсаламу Магомедалевичу Магомедову. Магомедсалам Магомедалевич. К сожалению, я не могу обратиться к вам, уважаемый, потому что все, за что вас уважают другие, дал вам я. Но в тот единственный момент, когда вы и сами могли бы сделать нечто, за что и я мог бы проникнуться к вам уважением, вы решили засунуть голову в песок. Когда мое честное имя публично полощут всякие недоумки, вы не можете даже сделать вид, что у вас есть совесть, не можете и слова сказать в мою поддержку. Поэтому должен напомнить вам, что именно я сделал вас главой Дагестана в свое время и обеспечил этим вашу дальнейшую карьеру. Я буквально за руки привел вас, показал нужным людям и народу Дагестана. Я финансировал все проекты, благодаря которым люди видели хоть какие-то позитивные изменения в республике и наивно связывали их с вами. Ведь это я купил для вас футбольный клуб «Анжи», привез лучших спортсменов, Самуэля Этао, Роберто Карлоса, тренера Гуса Хиддинка и других. Благодаря мне о Дагестане узнал весь мир и везде звучало ваше имя. Я финансировал не только общественные, но и ваши бизнес-проекты. Когда вы умоляли меня вложить деньги в Кизлярский конечный завод, я сделал это. Да, потом мне пришлось побороть вашу безграничную алчность, жадность и ненасытность, и не допустить, чтобы вы украли этот завод. Но ведь благодаря этому он существует до сих пор, и в этом тоже моя заслуга. Теперь вы должны вернуть мои вложения, и это немалая сумма. Где-то около ста миллионов долларов. Отдайте мои деньги, и я буду считать, что не было и нет такого Магомедсалама Магомедова. Я не делал из него человека, и он мне ничего не должен. Так будет справедливо. А до тех пор я требую проявить хоть каплю достоинства и сказать хотя бы раз доброе слово в мою защиту, не дать очернить мое имя и мой вклад в развитие Дагестана, о котором в республике знает каждый.